Здравствуйте, корреспонденты ОРТ и я, Александр Звежков, готовы рассказать о главных новостях Оренбуржи к этому часу. Вот коротко основные темы выпуска. Сорочинске продолжают устранять последствия взрыва газа в жилом доме. Как сейчас себя чувствуют пострадавшие? Помощь для скорой. Автопарк Оренбургской неотложки пополнился. Не будут ли простаивать автомобили? Расследование жестокого убийства предпринимателя и его сына продолжается. Правоохранитель сообщает о новых подробностях. Легковой автомобиль разорвало на части первые кадры с места аварии. Отшельница по неволе в Подорском в опустевшей деревне осталась в одиночестве пожилая женщина. Откуда ждать помощи? Турнир по легкой атлетике объединил спортсменов со всей страны. Результаты поразили даже специалистов. И начнем выпуск с предупреждения от регионального МЧС. В ближайшие сутки по области ожидается метель, усиление ветра. Более подробно о сюрпризах погоды расскажем чуть позже. Но сейчас к теме, за которой следят все оренбуржцы. В областном центре продолжается расследование двойного убийства бизнесмена и его сына. Сейчас в распоряжении правоохранителей появилась запись с видеорегистратором. На кадрах автомобиль, на котором, возможно, передвигались преступники. Эти кадры один из видеорегистраторов зафиксировал утром 17 января. Автомобиль черного цвета разворачивается у дома 87 по улице Луговой Оренбурга. В правом верхнем углу указано время 9.13. Полицейские просят горожан, которые могли быть в день убийства в Восточном районе с 7.30 до 8.10 часов 17 января, просмотреть записи с видеорегистраторов и в случае наличия на записях автомобиля «Лада Приора» черного цвета обратиться к правоохранителям. Также полицейские просят оренбуржцев еще раз обратить внимание на фоторобот одного из предполагаемых убийц. Мужчине на вид около 35-40 лет, славянской внешности. Рост 175-180 сантиметров, среднего телосложения. Был одет в темную куртку и вязаную шапку темного цвета. За ценную информацию объявлено вознаграждение в 1 миллион рублей. Всех, кто может помочь в расследовании дела и имеет какую-либо информацию по данному факту, просит сообщать по телефону 02 с мобильного 102. Добавим, расследование жестокого убийства предпринимателя и его 7-летнего сына находятся на особом контроле Следственного комитета России. Последствия взрыва газа в Сорочинске продолжают ликвидировать. Напомню, сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного около 2 часов дня в минувшую пятницу. Взрыв произошел в доме по улице Неглинная. По оперативной информации, один человек погиб. Еще четверо получили травмы различной степени тяжести. Как обстоит ситуация на месте сегодня и в каком состоянии пострадавшие? По телефону об этом нам сообщила глава Сорочинского городского округа Татьяна Мелентьева. Семья Павдун, Валерия и Гузея лежат в больнице и брат их. Ливандовская Лидия Петровна, она в ожоговом центре в Оренбурге. Дедушку схоронили. Девочка пятилетняя, она находится в семье дяди родного. Погибший пожилой мужчина – отец хозяина дома. Пострадали и сам хозяин, его супруга. У них ожоги незначительные. И мать хозяина – пожилая женщина, которая в момент ЧП находилась на кухне, где произошел взрыв. Жизни супругов ничего не угрожает. Врачи надеются на положительный результат лечения пожилой женщины. Сейчас она находится в больнице областного центра. Тем временем власти Сорочинска уже приступили к оказанию помощи пострадавшей семье, дом которой полностью разрушен. В областной центр пришли шесть машин скорой помощи. Сегодня губернатор Юрий Берг вручил ключи от новых авто. Все они отправятся в моно города Оренбуржья. Наталья Мороз узнала, какие неотложки теперь будут работать в регионе. Все отлично. Леонид Гивко первым делом проверяет рабочее состояние автомобиля. Ведь за рулем новой неотложки. Он впервые. Водителям на Новотроицкой станции скорой помощи работает шесть лет. Говорит, главное, чтобы машина отличалась высокой проходимостью. Ведь ездить на вызовы приходится в отдаленный от райцентра поселки за 60 километров. У нас есть районы, где бывает зимой проехать в деревню. То на газели более не проеешь. А вот эта машина подойдет для сельской местности. Новую машину оценивает и глава региона Юрий Берг с профильным министром Галиной Зольниковой. Сегодня подвела погода, обещает метель и снегопад. Глава региона интересуется, как водителям новое авто и, конечно же, дорога. Внутри машины оснащены всем самым необходимым для оказания экстренной медицинской помощи. Отличается и внешнее устройство автомобиля. Традиционные УАЗы теперь с поднятой крышей. Это сделано для удобства медперсонала. Дает возможность находиться в салоне в полный рост. Немаловажное новшество – оснащение автомобилей предпусковым обогревателем. Ветеринбургские зимы отличаются сильными морозами. О проблемах, когда нужно завести двигатель, промерзшие машины в холода, знают даже начинающие водители. Особенно важно, когда врачи выезжают на экстренный вызов и на счету каждая минута. Губернатор вручает документы на новое авто глава монотерриторий. Именно туда сегодня отправятся по одному автомобилю. Кувандык, Гай, Медногорск, Новотроицк, Солилецк и поселок Светлый. Самыми первыми новую машину получили в Ясном еще в декабре прошлого года. Работа у вас очень непростая. На вас лежит очень большая ответственность. Просьба одна – делайте свое дело, у вас для этого все есть. И второе – это берегите их автомобили. Жалко, когда утром докладывают, что вчера скорая помощь попала в дороже транспортное происшествие в таком состоянии. Автомобили закуплены на средства из федерального бюджета по программе развития моногородов. Несмотря на то, что за 7 лет автопарк Оренбургской неотложки практически полностью обновился, в этом году регион заявил о необходимости еще 51 нового автомобиля скорой помощи. Наталья Мороз, Георгий Брукутский, Новости дня. Государственная поддержка для улучшения жилищных условий. Сегодня губернатор Юрий Берг вручил сертификаты для приобретения или строительства жилья. Их получили 20 молодых семей со всей области. Среди получивших сертификаты семьи молодых ученых и те, в которых супруг или супруга являются молодыми специалистами, добившимися профессиональных успехов. Кроме того, два сертификата выданы семьям, ожидавшим в свою очередь еще с 2006 года. В силу разных причин они не получили их раньше. Тем временем приблизился максимальный возраст одного из членов семьи, после которого семья перестает считаться молодой – 37 лет. Нам до этого вроде как бы давали, но не было возможности. Ну, как бы сейчас вот есть возможность. И вот, как бы получили, позвонили, сказали, приходите. Пришедшие на торжество получали сертификаты из рук губернатора. Каждый из них отвечал на вопрос о количестве детей. Так, пока двое, пока трое. Юрий Берг напомнил, что государственная программа жилища действует уже 15 лет. И за это время ее участниками стали 12 тысяч семей молодых оренбуржцев. Помощь им оказывается и по целому ряду других целевых программ, по которым только в прошлом году выделено в общей сложности 437 миллионов рублей. Все меры поддержки сохраняются. А с этого года вступили в силу новые демографические инициативы президента – льготная ипотека при рождении второго и третьего ребенка. Семьи со вторым ребенком будут платить только 6% в год в течение трех лет. Семьи с третьим ребенком на протяжении пяти лет со дня заключения кредитного договора. Это существенное облегчение финансового времени, поскольку именно в первые годы расчетов за ипотеку основную долю в структуре платежей составляет проценты по кредиту. И вновь к теме погоды. Оренбуржцев предупреждают о ее резком изменении. На некоторый район обрушится метель. Сегодня Диляра Абуси узнала у синоптиков, в каких районах будет сильный снег, а в каких сохранится крепкий мороз. Капризы погоды оренбуржцы почувствовали уже ранним утром. К температуре минус 22 добавился сильный пронизывающий ветер и слабая метель. В областном гидрометцентре прогнозируют, в Оренбурге ожидается переменная облачность. Также, по словам синоптиков, регион накроет и сильный ветер. Местами его порывы будут достигать 19 метров в секунду. При таком ветре ломаются тонкие ветки деревьев, может срывать вывески и рекламные щиты. Поэтому в региональном МЧС рекомендует не находиться рядом с плохо закрепленными конструкциями. Температура воздуха, по прогнозам специалистов, составит от минус 6 до минус 11 градусов, а на востоке до минус 19. Метеорологи советуют жителям восточной части региона не расслабляться, так как туда придет настоящая зима. Уже в эту ночь ожидается понижение температуры до минус 30 градусов. Будут сильные морозы. А вот на западе Оренбуржии понижение температуры не ожидается. Возможен только слабый снег. 22 января по народному календарю Филиппов день. И он имеет немало примет и поверье относительно погоды. Так считается, что ясная погода в этот день обещает хороший урожай. Мороз и метель в нашем случае говорят об обратном. Синоптики советуют Оренбуржцам на предстоящей неделе одеваться как можно теплее и не планировать поездки на дальние расстояния, так как сильные морозы и снегопады могут спровоцировать чрезвычайные ситуации на трассах. Для Рабусева Георгий Бруцкий. Новости дня. И вот с приходом настоящих морозов многие оренбуржцы озабочены тем, как защитить себя от простудных заболеваний, как укрепить иммунитет, чтобы противостоять атаке вирусов. Наряду с традиционным способом – прививками. В народе распространены и домашние профилактические средства. Рекомендации врачей и собственные рецепты горожан в период простуд выслушала Анна Золотухина. Для своего шестилетнего Богдана мама Юлия ежедневно готовит волшебные напитки. Один из них – теплое молоко с медом и имбирем. Опыт показывает – хорошее укрепляющее средство. А еще вместо обычного чая хозяйка готовит целебный настой. Из букета трав – душицы, мяты, ромашки, чабреца. Летом ими запасается. В напиток Юлия не забывает добавлять лимон, который, как известно, богат витамином С. Современные средства – это, конечно, все хорошо, но мы все-таки больше склонны к народной медицине, скажем так. Потому что, когда я была маленькая, я еще помню все эти рецепты от своей бабушки. Мята помогает очень хорошо. То есть та, которую мы выращиваем на даче, сами собираем, сушим, обрабатываем. И зимой это очень хорошее подспорье. В арсенале зимних средств Юлии вдобавок к лимону и меду еще и аптечные витамины. Отправляя ребенка в детский сад, она смазывает ему нос противовирусной мазью, а еще вооружает, как и другие родители своих малышей, оберегом с чесноком. Запах не очень, зато фитонциды, которые он выделяет, убивает бактерии. Это подтверждают и врачи. И все же самым эффективным методом защиты от вирусных заболеваний доктора называют вакцинацию. Заболевший же человек должен знать, не нужно строить из себя героя и идти на работу, в школу. Это чревато осложнениями и распространением инфекции на окружающих. Болезнь бьет и по здоровью, и по карману. Гораздо легче, как известно, предупредить заболевание. В эпидемический период стараемся не находиться в местах большого скопления людей. Тщательно моем руки, потому что грипп переносится не только воздушно-капельным, но и контактным путем. А заботимся об иммунитете. Мы чаще находимся на свежем воздухе, питаемся здоровой пищей, овощей, отвара шиповника. То есть все народные средства, которые у нас люди знают, вот такие именно растения, травы, пожалуйста, не возбраняются. Говоря о здоровом питании, врачи уточняют, не стоит гоняться за какими-то экзотическими фруктами. Много витаминов и в привычных нам капусте, моркови, яблоках. А в зимний период специалисты советуют добавить к ежедневному приему и аптечные витамины. А прогулки на свежем воздухе тоже можно назвать одним из важных витаминов и укрепляющих иммунитет средств. Анна Золотухина, Семен Воробьев, Новости дня. Народная медицина существует наряду с традиционной. Какие подручные средства используют рядовые горожане, чтобы защитить себя от простудных заболеваний? С этим вопросом мы вышли на улицу Оренбурга. И вот результаты нашего экспресс-опроса. Витамины при простуде пью, когда начинается сезон, вот осенью, сентября. Здоровый образ жизни, правильное питание, правильный график дня. И одеваться теплее, конечно. Я редко болею когда. Я, во-первых, умываюсь холодной водой, обливаюсь. Закаливание. Чеснок. Дети тоже любят чеснок, поэтому ногами. Лимончик употреблять и дешево, и очень прекрасно. Имбирчик настоять. По результатам нашего экспресс-опроса, для профилактики простуды 45% опрошенных пьют витамины и иммуноукрепляющие препараты. Больше трети респондентов используют народные рецепты – различные настои, лук, чеснок. И 20% опрошенных считают – главное – здоровое питание, свежий воздух и закаливание. Вернемся после короткой коммерческой информации. Не переключайтесь. Легковой автомобиль разорвало на части первые кадры с места аварии. Отшельница по неволе, по Дорском, в опустевшей деревне, осталась в одиночестве пожилая женщина. Откуда ждать помощи? Турнир по легкой атлетике объединил спортсменов со всей страны. Результаты поразили даже специалистов. До новости дня мы продолжаем. В Акбулакском районе пассажиры рейсов автобуса едва не замерзли на трассе. Транспорт сломался на полпути в автобусе. В этот момент находилось 23 человека. Автобус выехал в 2 часа дня, миновал российско-казахстанскую таможню. И в 20 километрах от Акбулака заглох. По дороге перед таможней какая-то неисправность двигателя пропала, тяга, мотор начинал глохнуть. Я прошел таможню, въехал в Российскую Федерацию и 20 километров хотел дотянуть до Акбулака, чтобы люди были в тепле, но 20 километров автобус заглох. Все произошло около 6 часов вечера. Водитель пытался самостоятельно устранить неполадку и на попутках отправить пассажиров в Оренбург. Однако никто так и не остановился. Удалось это сделать лишь сотрудникам полиции, которые в момент ЧП оказались на этой же трассе. В краю обочины увидели автобус, стоял, окна замерзшие. Увидели, что люди мерзнут в автобусе. Автобус заглох. Со слов водителя у него бензонасос сломался. Останавливали. Часть водителей согласились довезти людей из данного автобуса до Оренбурга. Семь человек было с водителем доставлено в отдел у нас. После того, как все пассажиры оказались в безопасности, автобус был отбуксирован на техстоянку. Граждане Казахстана, которые были доставлены в отдел полиции, говорят о том, что автобус изначально был неисправен. В территории Казахстана она уже вышла поломанная. Он постоянно останавливался, ремонтировал, ремонтировал, ремонтировал. Выехали в два часа? Выехали в два часа, время в семь часов. Мы до сих пор в ГУЛАКе. В кратчайшее время все пассажиры были доставлены в пункт назначения, а пострадавших нет. И еще о ситуации на дорогах. За выходные по области произошло свыше 115 ДТП, после которых было госпитализировано 11 человек с различными травмами. Одна из серьезных аварий произошла на трассе Оренбург-Элег. Эти страшные кадры опубликовали очевидцы аварии. Легковой автомобиль влетел в световую опору. От удара его буквально разорвало на части. Известная авария произошла из-за опасного маневра водителя. Как оказалось, он был вынужден это сделать, так как уходил от лобового столкновения. Пострадавших в ДТП нет, сообщает в региональном УМВД. В Оренбургской области принимаются меры, чтобы исключить ценовой сговор на бензин. Автомобильное топливо продолжает дорожать, начиная с Нового года. По обращению Минэкономразвития, антимонопольный орган проводит проверку всех компаний, которые увеличили стоимость бензина и дизельного топлива. Рынок топлива по-прежнему не регулируется, в отличие от электроэнергии и сетевого газа. То есть Департамент по ценам и регулированию тарифов Оренбургской области не утверждает тарифы на автомобильное топливо. У органов власти есть право обратиться в ФАС с просьбой о проверке обоснованности увеличения цен на бензин и дизельное топливо. Есть ли весомые причины, которые вызвали значительное подорожание? Те компании, которые на рынке работают, они квалифицированные, там работают квалифицированные люди. И они знают, что нарушать закон нельзя, поэтому я думаю, что у них есть соответствующие все обоснования. И все эти увеличения цены на бензин, но они в пределах инфляции будут. В структуре тарифов на бензин есть так называемые гарантированные прибавки, это акцизы. Они в этом году увеличатся дважды, с 1 января и 1 июля. Кроме того, горючий может дорожать из-за инфляции, цен на нефть, меняющихся налогов и просто торговые конъюнктуры. Дизельное топливо также дорожает. Цена за литр увеличилась на 1 рубль только с 1 января. Эксперты рекомендуют выбирать водителям экономный режим вождения автомобиля или переводить его на сжатый газ. Кстати, именно на нем ездит весь пассажирский транспорт Оренбурга. В Оренбургской области долги ЖКХ за тепло и горячую воду составили 827 миллионов рублей. Если частные лица счета оплачивают, то предприятие в разгар отопительного сезона только увеличивает потребление ресурсов и при этом продолжает накапливать долги. Так, одно предприятие Востока области, обеспечивающее жилищно-коммунальными ресурсами город Кувандык, ООО «Энергоресурс» на сегодняшний день имеет задолженность в размере 164 миллиона рублей. Компания неоднократно подписывала реструктуризацию задолженности, но не выполняет обязательства по погашению долга в рассрочку. Основная причина задолженности – это несоответствие тарифа, который установлен для предприятия на коммунальные услуги. Если просто для сравнения даже сравнить с Медногорском, то есть у нас если вода 19 рублей, Медногорск – 40 рублей. Разница в два раза. Вторая причина – это то, что Кувандык по сути является моногородом, в котором после закрытия основного городообразующего предприятия катастрофически вырос уровень безработицы, поэтому часть населения просто не в состоянии оплачивать коммунальные услуги. Выход из сложившейся ситуации «Энергоресурс» видит в повышении тарифов на воду и тепло и продолжении практики взыскания долгов с населением Кувандыка в судебном порядке. В свою очередь «Газпром Межрегион Гассеринбург» направил заявление в прокуратуру, чтобы проверить хозяйственную деятельность коммунального предприятия и найти источники погашения многомиллионного долга без ущерба для людей. Есть ли жизнь в разрушенном поселке? И почему пенсионерка и ее дочь-инвалид остались один на один со своими проблемами? Их дом находится в селе на самой границе России с Казахстаном. Сейчас там живут всего четыре семьи. В поселке нет ни больниц, ни магазинов. О непростой жизни в буквальном смысле на окраине материалем наших корреспондентов. Сабири Ешмагамбетовой 60. Женщина воспитала троих сыновей и дочку инвалида. Вместе с ней она живет в аварийном доме. Стены отходят, потолок рушится, а на полу и в окнах щели. Из-за такой незапланированной вентиляции в доме жутко холодно. Я с 2008 года стою в очереди на улучшение жилищных условий в Домбаровском районе. Но в 2014 году меня снимают с очереди, когда я была уже под номером 3, чтобы получить сертификат на жилье. Они меня снимают с очереди, говорят, что у вас жилье приватизировано и все квадратные площади вам позволяют жить. Приватизировать дом Сабира была вынуждена, чтобы провести газ и платить по льготному тарифу. В результате семья не может получить другое жилье. За помощью Сабира обращалась в администрацию Домбаровского района. Но результатов нет. С тех пор прошло 3 года, а семья так и живет в разваливающемся доме. За это время в очереди на жилье они перешли с третьего места на 95-е. Они мне говорят, вы не относитесь к тем, которые живут в городской местности. А сельская местность этому закону не подлежит. Как это? Одна Россия, один закон на всех, а они вот как отмахиваются. Но главная проблема Сабира и ее дочери – это то, что их поселок практически погиб. Сейчас там живут всего 4 семьи. Нет больницы, аптек, нет почты. Словом, ничего, кроме заброшенных домов. Зимой дорогу, которая лежит через поле, заметает. Жить без постоянной медицинской помощи дочь Сабира не может. Девушке 32 года, диагноз – ДЦП. Бывает, что скорую ей вызывают по два раза в неделю. Зачастую медики не могут даже добраться до них. Пенсионерке предложили другой дом, правда, в этом же поселке. И в Акудуке вот этот дом мне предлагают, где нет ни газа, ни света, ни воды. Они говорят, если вы согласитесь, то мы вам все проведем. Но какой смысл в этом же поселке, где нет ни фапа, ни магазина, ничего для больного ребенка. Что, они просто для отписки это сделали и все. Вопрос о дальнейшей судьбе этой семьи мы адресовали главе поселка Мурату Суинбаеву. Он пояснил, проблема находится на контроле в прокуратуре. Как выход из ситуации, глава предложил Сабире квартиру в другом поселке. Но уже только по договору социального найма. Я ей предложил, пока зимой, я вам даю квартиру, что хотите, то я делаю. Вот, по договору социального найма, там газ есть, тем более вашей дочери думают, вот, если так о дочери печетесь. Но она отказалась, она говорит, мне нужна собственность, так я не соглашусь. Единственное, вопрос может решиться положительно, если, например, в районе себя не возьмет, если область не предоставит зиму вне очередной. Кто готов помочь пенсионерке, пока вопрос открытый. Очевидно, что жить в таких условиях семья не может. По словам местных жителей, в этом году зима не снежная. Обычно дорогу заметают полностью и связи с внешним мером у местных жителей нет месяцами. Алина Волохова при поддержке Орск.ру. Новости дня. Советник губернатора по вопросам культуры отмечает юбилей. Сегодня Виктору Ренёву исполняется 70 лет. Свой день рождения юбиляра встречает в стенах областного драмтеатра. Анна Втюрина и наша съемочная группа также оказались в числе приглашенных. Уникальный творческий путь и жизненная дорога длиной в 7 десятков лет. Сегодня, входя в фойе областного театра имени Максима Горького, в том числе и его детища, у Виктора Ренёва особые эмоции. Как признается сам юбиляр, ему посчастливилось в жизни лишь раз устроиться на работу. Дальше судьба сама вела его. Неизменным оставалось одно – принципи, которым он верен всю жизнь. Жизненный принцип, чему учил отец. Те принципы, которые у нас были в семье. На чем воспитывался и что так как бы определил в этой жизни для себя. Не носил я шейник, хоть и верно служил. И на согнутых лапах за куском не ходил. По помойкам не лазал, рук чужих не лизал. Но для драки последней час еще не настал. В честь юбиляра сегодня особая постановка. На сцене сама императрица. Овации зала не смолкают. Виктор Ренёва сегодня честуют и преданные поклонники, и первые лица области. Аксакова, Державина, Преображенко, Мустафино, Казанка, Комсомольские. Везде есть ваши участники. Единственное, в чем вы не участвовали, это в сценарии сегодняшнего праздника. Меня сразу предупредили, он ничего не знает. Красота в обыкновенном и гармония окружающего мира. Работы этого художника хранятся не только в Оренбургском музее ИЗО, но и частных коллекциях в России, Франции и Канаде. В выставочном зале Оренбургского областного музея изобразительных искусств открылась большая экспозиция Марины Бусалаевой. В чем особенность ее творчества, это узнали наши корреспонденты. Марина Бусалаева помнит, как еще в детстве, когда приезжала к бабушке в Миногорск, хотела запечатлеть на холсте красоту, которую видела вокруг. Так любовь к рисованию и определила профессию. В этом году она отмечает необычный юбилей. 25 лет Бусалаева состоит в Творческом союзе художников. Художники – это те люди, которые чуть-чуть внимательнее видят мир, чуть-чуть больше, более способны на, может быть, какой-то душевный отклик на то, что происходит не в социальном плане, а в плане именно вот такого вот эстетического понимания. Она давно живет в Оренбурге, но душой постоянно тянется к малой родине. Во всех работах, представленных на выставке «Взгляд в прошлое», «Возвращение в родительский дом», например, в этой модульной работе «Зима», «Детство» и «Родные художницы». Марина Бусалаева перед нами открывает свою душу. Она открывает совершенный свой мир, любви, добра, радости, солнца. Как отмечает искусствовед Игорь Смекалов, натурные работы, которые художник писал в Бузулукском районе, и композиции из нескольких картин раскрывают идею автора. Поэт – это поэт. От ее искусства можно впасть в зависимость, а можно просто не заметить. Как всегда бывает с поэтами и с поэзией. Сегодня Марина Бусалаева не только пишет картины сама, но и знакомит с изобразительным искусством детей. Она преподает в православной гимназии. Отмечает, и у детей есть чему поучиться. В своих работах начинающие художники передают этот мир легко и необыкновенно образно. Ученики также отмечают. На занятиях Марина Анатольевна скучно не бывает. «Я рисовала свою сестренку маленькую и маму. И в окне был ангел-хранитель. Я люблю рисовать, мне нравится этот учитель». Сейчас в выставочном зале представлена только малая часть картин художницы. Оценить их оримбушцы могут до 25 февраля. Для ценителей изобразительного искусства готовится и еще одна выставка Марины Бусалаевой. 25 января в галерее искусств на Пушкинской открывается новая экспозиция. Но на достигнутом останавливаться она не собирается. Как признается сама художница, у нее еще очень много идей, которые хочется реализовать. Главное, чтобы была возможность приходить в мастерскую и работать. Елена Еремина, Роман Борощев, Игорь Бероев. Новости дня. К новостям спорта. В областном центре состоялся традиционный турнир по легкой атлетике «Оренбургская миля». В соревнованиях приняли участие сильнейшие бегуны страны. География участников широчайшая. Башкортостан, Татарстан, Московская, Ульяновская, Свердловская и другие области регионы России. Лучшие легкоатлеты прибыли в Оренбург в боевых условиях проверить свою готовность к сезону. Ребята сегодня находятся в хорошей физической форме и вместе с нашими сильнейшими оренбургскими спортсменами, я думаю, что сегодня будут показаны высокие результаты. В легкоатлетическом манеже педагогического университета собрались специалисты бега на короткие и средние дистанции. В первой части турнира прошли соревнования молодых спортсменов в нашей области, а после церемонии торжественного открытия к выяснению отношений приступили всероссийские лидеры. Оренбургская миля способствует тому, чтобы оренбургские спортсмены набирались опыта в борьбе с сильнейшими спортсменами близлежащих территорий. И к тому же для участия в этом мероприятии сегодня прибыли члены сборной команды Российской Федерации. Мы ведь обычно их видим только на телеэкране, сегодня они здесь, за ними можно понаблюдать, с ними можно пообщаться, поделиться, обменяться опытом. И это очень большая школа для наших оренбургских легкоатлетов. Оренбургская миля 2018 преподнесла ряд высоких результатов. Рекордные секунды показали Ивановка Александра Гуляева в беге на тысячу метров, Ульяновец Игорь Обрастов на дистанции 60 метров, Пскович Константин Шабанов в барьерном спринте. Три медали в копилке оренбургской сборной. Пермяку Владимиру Никитину чуть-чуть не хватило для обновления российского рекорда на милю. Подробнее о турнире в нашем спортивном выпуске. Это была последняя информация выпуска. Я передаю слово нашему спортивному обозревателю Анатолию Еденичу. Хорошего вам вечера и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова